Проводя большую часть жизни в четырех стенах, начинаешь забывать, что на самом деле ты находишься на шаре, который летит в открытом космосе. После того, как побываешь в космосе светового театра Люкс Этерна, сами стены начинают казаться иллюзией. Но из какого ссора растет этот космос? Репортажи на Первом канале. Это включение из Петербурга. Доброе утро. Кто бы мог подумать, что между звездной туманностью и плавящимся пластиком много общего. А между тем, главный макрокосмический эффект в спектакле «Без гравитации» создают микромиры. Битые пробирки, кусочки, другие отходы научной деятельности, которые, взаимодействуя с лазерным излучением, преображаются на глазах. Так как все образы абстрактные, можно гадать по изображению. Кому-то видятся бабочки, стрекозы, какие-то космические эффекты. В основном нашим коллегам, друзьям-оптикам видятся интерференционные картины, дефрикционные картины и прочие прелести научные. По словам главного актера светотеатра, аспиранта Института точной механики и оптики Николая Матвеева, в ходе научных экспериментов такие эффекты тоже возникают. Правда, являются результатом дефектов, которые надо устранить. Зато уж в театре ученые расслабляются по полной. Здесь можно дефекты устраивать различным образом. Во-первых, у нас есть, допустим, самое интересное, которое вы снимали сейчас, объект – это елочная игрушка, которую разбили, и ей светить нужно именно на линии изгиба. Чтобы задать динамику, мы пускаем силиконовое масло, которое течет по непосредственно линии изгиба, попадает под световое пятно, и в результате картинка начинает плыть, накатываются такие красивые волны. Световой театр «Люкс Этерна» 30 лет назад придумал студент ужгородского политехнического Даниил Фридман. Теперь ученый и режиссер единственного в мире стационарного светотеатра живет за границей. Продолжают его дело выпускники и студенты петербургского ИТМО. Для обучения специалистов-светодизайнеров на кафедру пригласили художника. Алина Короткова учит просчитывать световую магию, чтобы ее эффект был сильнее. Она выступает основой законной перспективы, когда визуальный ряд уходит куда-то, никуда. Задача светового театра – создать картину, что она выглядит максимально естественно и как будто бы создана самой природой, космосом и чем-то нерукотворным. Но на самом деле просчитывается каждый элемент. Светоживопись отличается от масляной. Очередное творческое задание – максимально схематично изобразить явление природы. Для светового воплощения нужна точность и простота. Графические иллюзии, воздействие цвета и его сочетание на восприятие человека – еще одна важнейшая наука для мастера света. Есть много цветовых гамм, которые подавляюще влияют на человека. Нужно с ними быть очень осторожными, с определенным даже не гаммой, а сочетанием цветов. Например, самый простой контрастный пример – это черный и красный, которые в сочетании вызывают определенное напряжение, какие-то активные реакции. Даже легкому головокружению, которое съемочная группа испытала во время спектакля без гравитации, нашлось объяснение у преподавателя психологии светового восприятия Ларисы Шарок. Психический процесс как таковы зарождается действительно в карьере головного мозга. Если говорить о визуальных ощущениях или визуальном восприятии, перцептивном, так сказать, то это затылок наш, задняя часть коры головного мозга. Если вдруг доходит до сознания мысль о том, что когда мы смотрим на предметный мир, мы думаем, что это происходит там где-то, а на самом деле это происходит у нас в голове. И вот этот момент, если ты осознаешь до конца, то ты понимаешь, как можно менять этот мир. Студенты, становясь властелинами света, торопятся воплощать знания. Павел уже практиковался в подсветке объектов и в будущем мечтает. На дискотеках и шоу раздвигать светом пространство и восприятие. Душевная радость просто от эффектов, от яркости. От того, что вы это еще можете все сами. Да, что-то сам могу сделать. Доброго шептика. Анастасия Томила, Александр Дружинин, Андрей Клемешов, Владимир Пивнев. Первый канал Петербург.